Спасибо, Екатерина Александровна. Это листовидная опухоль. Начнем, собственно, с гомортомы. Другие синонимы этой патологии – это фиброаденолипома, фибролипома, аденофибролипома. То есть сочетания могут быть различные. Это доброкачественное опухолипоудобное образование, которое представляет всего пролиферацию фиброзной железистой жировой ткани, которая окружена тонкой псевдокапсулой и соединительной ткани. Чаще всего это связывает с аномальным развитием, так называемый порог. Развитие я описываю в описательной картине этой патологии. Используют такие, скажем так, красочные названия, как кусочек колбаски, долька в доле. То есть встречается чаще у женщин 35-45 лет, когда уже наступили процессы инволюции, и мы можем увидеть это образование. До этого, естественно, оно тоже было в молочной железе, но плотный фон, как правило, затрудняет диагностику. Гистологически они состоят из различных комбинаций нормальных тканей молочной железы, но при этом они имеют неорганизованный характер. Ну вот посмотрите, на мамограмме мы видим это как образование, которое окружено соединительной тканой капсулой, имеет четкие границы. А вот дальше композиция этих тканей, она может быть различна. И в каком виде, если много железистого компонента, она будет более плотная. Но в любом случае она будет содержать все и стромальные, и эпителиальные компоненты. Будет и железистый компонент, будет и жировой компонент. Поэтому на мамограмме при проявлении явления уже инволюции, при наступлении инволютивных изменений, мы с вами можем уже достаточно хорошо визуализировать это образование. Кроме всего прочего, пациентки начинают ее в это время и пальпировать, потому что молочная железа, опять же, инволютивно изменяется, становится более мягкой. И на этом фоне определяется такое мягкое эластическое образование. Гомартома может и обозвисляться. Она может обозвисляться, но при этом все равно, если мы увеличим эти изменения, то вы все равно будете видеть строение, характерное для гомартомы. Конечно, ультразвуковая диагностика. Если вам пациентка не скажет, где у нее гомартома, вы вряд ли ее вот так сконцентрируетесь на ней. Только если она будет небольших размеров, если она будет контрастно выглядеть на фоне молочной железы, скажем так. Но потому что капсула является тонкой, которая отграничивает гомартомы, и поэтому отразвуковая диагностика в данном случае на второй план переходит. При магнитно-резонансной томографии, в общем, тоже достаточно хорошо видна гомартома именно благодаря своей капсуле. Помните, я вам говорила, это аномалия, порог развития, это долька в доле. То есть это зачаток молочной железы, но если мы говорим о добавочных долях, то это места, которые расположены чаще всего в добавочной доле, вне молочной железы, по линии млечных точек. И они не окружены псевдокапсулой. То есть гомартома у нас находится, в отличие от добавочной доли, в самой молочной железе, и она окружена псевдокапсулой. Вот это разница, собственно, между добавочной долей. Ну, гомартомы бывают в различных размерах, и я вам вот привожу, чем больше она по размерам, тем больше она компримирует ткани, неизменённую ткань молочной железы. И посмотрите, пациентка 57 лет, в 2020 году была поставлена крупная аденолипофиброма, в анамнезе пациентки рака яичников. А это снимки через 7 месяцев, 8 месяцев, да? И вот на вторых снимках уже явно виден рак. Попробуйте угадать, где он. Я вам помогу. Вот он. То есть гомартома сама не озлокочисляется, но она настолько может компримировать рисунок молочной железы, что диагностика рака будет затруднена, к сожалению. И это надо иметь в виду. Поэтому, пожалуйста, учтите. Теперь переходим к фиброаденоме. Ну, фиброаденоме – это вообще благодатная почва, потому что это опухоль, которая встречается чаще всего. Это опухоль, которая встречается чаще у молодых женщин или подростков. Чаще всего это одиночные, но могут быть множественные, двусторонние. Размеры опухоли, как правило, небольшие, за исключением ювенильных фиброаденом, которые бывают гигантские, свыше 5 сантиметров. И чаще всего они проявляются у подростков. При беременности опухоль может быстро начать расти. У женщин в период менопаузе происходит постепенная геолинизация фиброаденома. То есть и кальцификация по типу попкорна. И вот что касается кальцификации. Кальцификация в данном случае – это положительный момент. Потому что она говорит, что фиброаденома уже прошла определенный путь. Она появилась, выросла и прошла определенный путь. И уже началась геолинизация ее изменения. Ну и риск злокачественной трансформации крайне низок у этих опухолей, хотя в данных литературе встречается. Образуется она за счет узловой пролиферации эпителиальных и стромальных компонентов. И в зависимости от их распределения различают передуктальные и интродуктальные типы фиброаденома. Варианты, которые вы будете встречать – это клеточная фиброаденома, которая обладает максимальной стромальной клеточностью. Клетки, как правило, типичны. Распределение ее может быть как интро, так и периконагликулярное. Там достаточно высокая стромальная методическая активность. Она повышается у беременных и молодых. Эта опухоль очень похожа на доброкачественную филоидную опухоль. То есть ее достаточно тяжело отличить даже при трепанбиопсии. Венильная фиброаденома, мы уже с вами говорили о том, что стромальная клеточность умеренной степени, как правило, это периконагликулярная фиброаденома. А вот эпители отмечаются гиперплазией. И очень часто это микропапиллярная гиперплазия. Миксоидная фиброаденома, которая встречается чаще всего у женщин старшей возрастной группы за счет уменьшения стромальной клеточной юстии, увеличения миксоидного вещества. Эти опухоли чаще всего интро-конагликулярные. Именно эти опухоли очень тяжело дифференцировать с какой-то сложной кистой при ультразвуковом исследовании. И, наконец, сложная фиброаденома, которая в своем компоненте содержит пролиферацию эпителиального компонента. И поэтому у нее крайний повышенный риск, скажем так, преобразования в злокачественное образование. Ну вот, посмотрите, фиброаденома. Мы видим фиброаденома без кальцинатов. И фиброаденома, если мы будем описывать ее, используя критерии Байрац, то это будет категория 2. Но не все так просто, и я вам потом это покажу. То есть нет кальцинации, это обычная форма, правильная, круглая или овальная, четкий, достаточно контур, однородная структура. А вот с другой стороны экрана вы видите фиброаденома с наличием кальцинатов. И вот эта кальцинация как раз является благоприятным моментом и нас с вами успокаивает. Потому что наличие кальцификации по типу попкорна имеляется, ну скажем так, специфическим признаком длительно существующего фиброаденома, а значит безопасности нашей. При ультразвуковом исследовании фиброаденома выглядит тоже и будет тоже иметь категорию. Признаки, которые мы будем описывать, будут доброкачественные. Категория Байрац будет тоже, скорее всего, 2. Или, если это впервые выявленная фиброаденома, то мы поставим категорию Байрац 3. Хотя будем в своей писательной картине использовать доброкачественные признаки. Опять же, правильная форма, четкий, достаточно край, дистальное усиление звука, однородная структура. Если мы говорим о периконолекулярной фиброаденоме, то это чаще всего огибающий тип кровотока. Если же мы говорим о интриконолекулярной фиброаденоме, то там может быть и дольчатое строение, и смешанные типы кровотока. При соноэластографии это будут, как правило, средние типы жесткости, потому что все равно это более плотное образование. Вот посмотрите, пациентка с двумя на маммограммах образованиями, которые имеют достаточно правильную форму, четкий край. И посмотрите, здесь у нас нет признаков злокачественности Байрац 2. Каждый рентгенолог поставит Байрац 2. Мы посмотрим на УЗИ, отправим, используем мультимодальный подход. И тоже УЗИ только подтвердит наши правила. И в данном случае это будет правильное образование с четким контуром. Здесь действительно фиброаденома. Но здесь нет безопасности, здесь нет кальцинатов. То есть мы не можем сказать, что эта фиброаденома длительно существует. А значит, эта фиброаденома должна быть верифицирована. Понимаете? Потому что вы можете легко ошибиться. Да, в небольшом проценте случаев, но это все равно будет для кого-то горе из пациентов. Вот я хотела как раз вам показать. Есть такой рак, как трижды негативный. Вы об этом вчера очень много говорили. Посмотрите, пациентка, реальная пациентка, которая на протяжении трех лет обследовалась. С небольшим образованием в молочных железах. И что ей только не писали. Ей писали интермомарно-гиперплазированный лимфоозил рентгенологи. Ей писали кистозное образование. Без динамики. И только после третьей маммографии рентгенолог порекомендовал ультразвуковое исследование. И вот картинка УЗИ. И сразу диагноз есть. Правильно? Вот вам, пожалуйста. Но это не всегда так бывает. Сочетание двух методов уже хорошо. Если вы думаете, что это фиброаденома, должны быть кальцинаты. Первым этапом является контроль УЗИ. В ряде случаев, как в данном случае, оно помогает. А в ряде случаев может не помочь. Потому что, посмотрите, трезвенникативный рак, если мы возьмем маммографические признаки, и тут проценты приведены. Посмотрите, правильная форма, большинство процентов случаев. Плотная тень, вообще большинство. Хотя может быть и не плотная тень, как у кисты. Четкий край, это треть процентов случаев. И отсутствие кальцинатов практически у всех. Если же мы возьмем ультразвуковое, то наши китайские коллеги выделили четыре морфотипа. И вот первый, а под буквой А и под буквой Д, это как раз морфотипы, которые очень схожи по картинке с фиброаденомой. Только первый вызывает очень быстро метастазирование в лимфатических узлах. А четвертый тип морфотип, он, к сожалению, обладает самой высокой агрессивностью, и пятилетняя выживаемость у него очень низкая. А если случится так, что на маммограмме доброкачественные снимки и на УЗИ вот такие будут морфотипы, получается, что два метода у нас с вами практически не очень активно нам в этом помогают. Потому что мы используем для описания, мы привыкли для рака использовать, ну, скажем так, злокачественную терминологию классификации Байрац. А в этом случае мы используем доброкачественную классификацию. Поэтому, если вы выявляете и нет специфичных кальцинатов, то, пожалуйста, верифицируйте данные образования. Потому что они могут очень медленно расти. Они очень могут симулировать доброкачественное образование. Конечно же, магнитно-резонансная томография позволяет верифицировать, вы видите, два образования, которые на нативных исследованиях практически похожи. Но одно достаточно интенсивно накапливает контрастное вещество, и вы видите, на DVI тоже достаточно повышенная целлюлярность этого образования. И в данном случае это просто фиброаденома, то есть прямое накопление соответствовало первому типу. И, конечно, использование третьего метода частично помогает. Если пациентка не хочет верифицировать или нет возможности верифицировать данное образование, тогда должно использовать магнитно-резонансную томографию. Ну а в данном случае я хотела бы вам показать еще состоянка молодая пациентка, у которой были множественные фиброаденомы. И посмотрите на УЗИ. И ей было выполнено частичное удаление, хотя по УЗИ после ВАП писали, что полностью было выполнено удаление. Однако магнитно-резонансная томография показывает, что была выполнена всего лишь частичное удаление тех фиброаденом, которые были заявлены. Поэтому вот три метода, на которые как минимум вы должны опираться, которые вы должны использовать в своей мультимодальной патологии, диагностике даже такого простого образования, как и доброкачественно, как фиброаденома. Поэтому это позволит избежать вам ошибок. Ну вот еще варианты. Вы видите, доброкачественные типы кривых. И, соответственно, в данном случае это простые клеточные фиброаденомы. Филоидная опухоль. Это редкая фиброэпителиальная опухоль, которая встречается чаще в старшей возрастной группе. Как правило, это большие размеры. Обладает нутриконалекулярный рост. С разной степени стромальной клеточности, АТП и ядер. И выделяет, скажем так, три варианта этой опухоли. Она может быть доброкачественная, она может быть промежуточная. Иметь степень злокачественности и злокачественная. Причем, к сожалению, биопсийные методы, трепамбиопсия и даже тонкоигульная аспирационная биопсия, к сожалению, практически не помогают нам. Потому что за счет гетерогенности опухоли она очень похожа на доброкачественное образование. На ткань молочной железы. Риск злокачественной трансформации, посмотрите, около четверти случаев достигает. Ну и как доброкачественное, так и злокачественное образование имеют тенденцию к рецидивам. Поэтому удалять их надо широко. И вам я сегодня это покажу. На маммограмме филлоидная опухоль очень схожа картинка с, скажем так, с фиброаденомами. Но единственное, что ее отличает, она достаточно быстро растет, поэтому, как правило, это крупные размеры. Кальцификаты тоже могут быть, но это не кальцификация по типу покорна. Она может быть какие-то мелкие, единичные кальцификации, которые скорее будут затруднять выявление ее, чем помогать. При ультразвуковом исследовании мы будем видеть, конечно же, неправильные формы образования. Могут быть кистовидные, линейные или округлые формы или овальные включения. Мы можем видеть интранодулярный кровоток. Плотность ее будет, так как она все-таки мягкоэластическое образование, она будет средней жесткости. Ну и вот еще одна пациентка, вы видите, 32 лет, гигантская просто опухоль, которая при ультразвуковом исследовании имеет вот такие в своей структуре полости. И, собственно, вот такая гигантская филоидная опухоль. На МРТ это могут быть щелевидные полости, это могут быть целые кистовидные такие включения. Фибра чаще всего имеет хорошо выраженные края и достаточно интенсивно накапливает контрастное вещество с положительным типом накопления. Первый или второй тип. Если второй тип, то вы должны задуматься о промежуточном варианте перехода этой опухоли к золокачественной. Ну а в данном случае я вот вам хотела поставить, показать как раз пациентку со золокачественной филоидной опухоль. Как вы видите, множественное образование в правой молочной железе, они достаточно больших размеров. Их посчитать практически невозможно. Они ограничивают диффузию и усиливают кровоток в данной молочной железе. Ну и если вот такую реконструкцию построить, посмотрите, вся молочная железа нашпигована вот этими образованиями. А пациентке всего 40 лет. Ей было поставлено подозрение на филоидную опухоль и именно на третий золокачественной тип. Была выполнена данной пациентке подкожная амостектомия с одномоментной мамопластикой, имплантом и большой грудной мышцей. При накоплении, вы видите, так как образований много, они все будут по-разному копить. Там был и первый тип, и второй тип, и даже третий тип, который характерен для золокачественных опухолей. Поэтому этой пациентке была выполнена радикальная операция, пометуя о том, что эти образования, даже доброкачественные, нужно иссякать широко. Но здесь, вы видите, объем очень большой, поэтому была сделана радикальная амостектомия. И вот снимки после выполнения радикальной подкожной амостектомии. Посмотрите, с одной стороны имплант, а с другой у нас появились рецидивы. У нас снова появились узловые образования. Понимаете, вот этот пример подтверждает то, что эти образования, может быть, при таком объеме, может быть, надо думать о том, чтобы выполнять подкожные двухсторонние амостектомии, потому что количество рецидивов в данном случае, по данным ряда авторов, достигает чуть ли не половины случаев, особенно в случае золокачественной филоидной фиброденомы. Таким образом, именно мультимодальный подход в диагностике фиброэпителиальных образований молочной железы позволяет нам с высокой вероятностью высказываться о причине, природе опухоли и определении дальнейшей тактики ведения данной пациентки. Либо это наблюдение, либо это хирургическое лечение. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.